привет друзья наконец-то я созрела на мк для вас немножко время выделила ну и очень много запросов поэтому поехали мастер-класс на вот такой вот пышнючий класс ничьи подъюбник складываем наш трехметровый фатин тут у нас получается 4 слоя и размечаем по 10 сантиметров на полосочки теперь нарезаем нарезанных тонких полос по 10 сантиметров у вас должно быть 20 штук теперь один из способов сборки это проложить прямую строчку и стянуть нашу подготовленную рюшу мы делаем шов на сантиметр от края прокладываем строчку и строчка у нас должна быть на максимальном шаге максимальный стежок у меня например 5 миллиметров очень важно для новичков если кто не знает то впереди в начале и в конце нашей рюши нельзя делать закрепку так как мы будем ее стягивать стягивать мы будем нашу рюшу за нижнюю нитку вот мы с вами собрали нашу рюшу значит из трех метров рюши из трехметровой полоски получился рюш в 70 сантиметров второй способ очень быстрой сборки я покажу в своем тик ток кто не подписан можете подписаться теперь мы размечаем и нарезаем 5 полосок по 27 сантиметров трехметровых если у вас плохого качества мягкий фатин это бывает то сделайте 6 полосок соответственно и маленьких коротеньких вам необходимо будет больше там уже рассчитаете да плюс уйти столько сколько вам нужно будет еще на одну полоску у меня будет 5 полосок по 27 сантиметров нарезаем теперь нам нужно настрочить наш коротенький рюш собранный на нашу полоску которая 27 сантиметров высотой и так на все полоски мы настрачиваем все получившиеся стянутые наши вот эти вот сборочки наш рюш снизу а наша ровная полосочка она накладывается сверху на рюш не забываем о закрепке вот так у вас должно получиться итак у нас подъемник состоит из двух частей верхняя часть нижняя часть и подкладка верхний слой состоит из трех полос вот этих а нижний слой состоит из двух полос и теперь нам необходимо эти полосы также стянуть и мы будем прокладывать строчку сверху чтобы подъемник весь стянулся и внизу получилось вот эти вот пушистики будут делать весь наш объем которые вы видели и так здесь процесс стяжки на вот этой вот части верхней будет точно такой же как у нас был на рюшах мы точно также прокладываем строчку здесь 5 миллиметров ну самую большую дам самый большой шаг у строчки делаем и стягиваем потом две полосы у нас будет нижний слой состоять из двух полос верхний слой из трех полос состоит и две полосы 6 метров мы будем стягивать на полтора метра то есть в принципе вы можете кто уже знаком с такой стяжкой можете сразу сделать строчку на двух полосах одновременно они соединены у нас уже по низу непрерывно но вы можете и сверху тоже непрерывно их соединить сделать строчку и стянуть на полтора метра кто новичок не советую 6 метров стягивать одной строчкой может лопнуть где-то у вас ниточка придется все заново делайте три метра отдельно стяжку и три метра еще отдельно стяжку поехали итак у меня получилось две кучки одна кучка это нижняя нижний слой состоящий из двух полос сверху две полосы у нас стянуты а вторая кучка это верхний слой состоящий из трех полос он более пышный более пушистый продолжаем дальше итак теперь нам нужно подготовить подкладку к нашей заготовки к нашему подъюбнику высота нашего подъюбника ровно 35 сантиметров подкладку мы вырежем точно также она подошьется станет капельку короче это будет нормально я вам покажу на белой подкладке все буду показывать но вы конечно же на тот цвет подъюбника который у вас будет ставите такой же цвет подкладки итак мы с вами выкроили подкладку для подъюбника вы выкраиваете того цвета который вам нужен значит высота подъюбника такой как мы с вами замерили подкладочки наши ширина ее полтора метра пояс меньше чем подкладка пояс у нас значит длина нашего пояса метр двадцать и высота его 10 сантиметров здесь будет две резиночки по сантиметру здесь делаем шов в замок это просто прямое считайте прямоугольник который вам нужно закольцевать здесь оставляем две дырочки для двух резинок тоненьких обработали край на поясе один теперь делаем шов в замок на самой подкладке отступаем на один сантиметр подворачиваем делаем по изнаночной стороне строчку прокладываем итак вот такой вот шов у нас должен получиться я уточнила его название это оказывается у нас не шут замок а шов бельевой теперь его сейчас приутюжим и дальше будем собирать подшиваем низ два раза подвернули сделали строчку кто хочет может обработать низ на верлоке и подключить итак теперь мы притачиваем пояс и делаем небольшие складочки так как мы помним у нас сам сама подкладка чуть больше чем наш пояс и поэтому мы теперь вмещаем можете заколоть вкладочки сразу мы уже знаем насколько нужно делать защипчики и притачиваем этой стороной пояс которая не подстрочена та которая подстрочена она у нас вон осталось и дырочка вон видите для резиночек тоже она у нас осталась этот способ сейчас я показываю для тех у кого нет оверлока для тех кто будет делать все на машине все швы будут заработаны на машине теперь нам нужно заколоть наш нашу самую нижнюю сеточку нижний слой да у нас их 21 верхний 1 нижний приколоть и распределить чтобы распределить нам нужно приколоть вначале к одному краю затем ко второму противоположной стороне нужно приколоть и тогда мы будем видеть сколько у нас здесь еще осталось чтобы сделать небольшие складочки на самом фатине то есть хоть и не всегда идеально совпадает поэтому для распределения нужно вот так вот приколоть и затем на строчить по краю теперь мы повторяем процедуру значит нам нужно на строчить второй слой точно так же как и первый просто второй слой у нас он пышнее вот и все и так у нас тут сейчас закрывается уже пояс то есть пояс просто сгинаем пополам и настрачиваем сверху вот тому краю который у нас уже был подстрочен изначально самом начале он у нас уже как бы обработан и мы его просто им закрепляем запаковываем наш подъюбник вовнутрь и так вот у нас наш подъюбник уже завершён значит здесь мы просто его когда закрыли потом просто по серединке сделали строчку и две резинки втягивали в те дырочки которые оставили при пошиве резинку делаем чуть меньше чем талия сантиметра на 3 и вот посмотрите какой он у нас получился класс не учий пыш не учий у нас ушло на него три метра ткани это я так чуть запасик сделала там где-то 27 получилось в общем три метра будем считать я думаю что это очень хорошо как для такого пышного подъюбника но это хороший хорошего качества фатин если у вас фатин такой мягковатый он не держит форму мы сейчас не говорим о евросетке я думаю уже многие знают что евросетка и фатина это две разные ткани давайте снизу очень классный кому что непонятно обязательно пишите мне в комментариях что не так может быть да запишу в тег токи будут маленькие видосики если что буду ответы коротенькие выкладывать в тег токи кто на ю тубе меня смотрят ну а кто и там и там то она в принципе можете писать где где удобно лучше инстаграм тик ток youtube я не успеваю просматривать спасибо за внимание жду от вас лайки сердечки ну в общем ваши отзывы и всего вам замечательного классных красивых вам деток с вами теперь вот пышных подъюбниках спасибо за внимание и и и и и и